Слушайте, Америка, она уже настолько везде повлезала и настолько везде оставила свой ужасный след слезняка, и самое главное, нигде не выиграла, а везде осталась, как попала в просак. И теперь, чтобы начать какой-то отвлекающий маневр, чтобы не заметили, что она где-то еще раз обкакалась, вот, извините за такое слово, но оно правдивое, она теперь еще вот сюда залезла, чтобы немножечко забыли про Украину, про эту бедную, и про Сирию, и про всех остальных, где она вот натворила делов. Теперь они туда залезли, я считаю, что вообще пусть они займутся судьбой своих штатов, насколько я знаю, я читаю и их прессу, она переводится на русский язык, мало того, Google просто переводит, перевести какой-то материал, так у них несколько штатов заявляют о том, что они хотят выйти из состава штатов, пусть они этим займутся, а что творится у них в Кентукки, у них не во всех ранчо электричество проведено, на секундочку, поэтому пусть вот они там разберутся со своими историями, пусть не трогают они, не этот чудо-футбол и так далее. Нас хотели бойкотировать с Олимпиадой, не вышло. То, во что превратился Сочи, как гордимся вся страна. Ко мне на программу приходили олимпийские чемпионы, Оля Граф и Альберт, забыла, саночный спорт трижды чемпион, пусть он меня простит, я сейчас быстро просто говорю. Они говорили, что не было ни одного иностранного спортсмена, который бы, не видя их в российской форме, не подходил, не говорил, боже, какое спасибо. А нам говорили, что не езжайте, спасибо вам за этот праздник, спасибо. Это Америка поселила этих паралимпийцев в тюрьму для малолетних, а у нас построен отдельный, со всеми удобствами, с уважением к этим людям, отдельный комплекс жилой. Поэтому, что на них вообще смотреть? Они просто пытаются быть в тренде современных модных государств, а они уже никому не интересны, пытаются теперь с другой какой-то стороны зайти и сказать, ой, мы еще здесь, напечатайте, пожалуйста, про нас, вот США, США. Да нет, уже скоро не будет никакой США в этом смысле.